Этому юному наезднику всего три года. Арсений, как и его старший брат и сестра, занимается верховой ездой. Вместе с другими ребятами он приехал в Одинцовский округ, чтобы принять участие в первом этапе соревнований по конкуру для всадников на лошадях до 150 см в холке и начинающих всадников. Поддерживала Арсения вся семья. Лошадка маленькая, и это не страшно, это ему очень-очень нравится. Ему нравится лошадей чистить, нравится расчесывать хвост и гриву. Ольга участница постарше. Верховой ездой занимается уже семь лет. Говорит, найти взаимопонимание с конем, с которым выступала, было непросто. Итог, взяли первое место. Он даже сложный в плане не работать с лошадью, а выйти на публику. То есть для меня самое сложное вот это. Когда есть свои соперники, все желают тебе чего-то нехорошего, потому что это конкуренция в любом случае. Все хотят, чтобы ты сбил, а ты идешь вперед, слушаешь своего тренера и работаешь именно в дуэте с конем. Всероссийский пони-форум проводится уже в третий раз. Отборочный этап сезона регионы проводят на своей территории. Московская область выбрала площадкой проведения конный клуб в Назарьево. Было заявлено 80 пар. Спортсмены в возрасте от 3 до 17 лет боролись за первые места. Региональные финалисты отправятся в Москву, чтобы сразиться за главный приз. С детьми, скажем так, с ними намного больше ответственности, с одной стороны. С другой стороны, это всегда более эмоциональные старты, потому что дети, они там так не могут контролировать свои эмоции. Ну вот, всегда очень интересные сами по себе старты, дети очень азартные, ну и всегда от них получаешь огромную отдачу. Организаторы подготовили обширную программу для участников турнира. Помимо соревнований, в его рамках прошли круглые столы и мастер-классы. Специалисты пони-индустрии смогли посетить лекции и семинары. Победители регионального этапа уже вовсю готовятся к основному, который обычно проходит в мае. Елена Морозова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.